Привет! Меня зовут Анастасия Смирнова. Я художник, пишу картины, портреты, а также обучаю людей рисованию и погружаю мир творчества. Сегодня в нашем уроке мы с вами будем изучать различные техники заливки жидкого акрила. А поможет нам в этом арт-бокс, который я создала и собрала специально для вас. Приобрести вы его можете на Валберес и Лазон. Одеваем перчатки, фартук, застилаем стол и ставим под наши арт-борды вот такие вот подставочки, которые позволят спокойно стекать краски и не испачкают наш арт-борд изнутри. Техника заливки моря. Нам понадобятся с вами два стаканчика, арт-борд, цвета и камушки, которые все у вас есть в вашем арт-боксе. Начинаем. Первый стакан мы с вами зальем светлые краски. Во второй стакан мы с вами зальем темные краски. Начинаем. Берем белую краску. Обязательно вначале взболтайте краски все перед применением. И если они у вас немного густоватые, то вы можете налить в них немного водички. Заливаем небольшое количество белой краски. Далее давайте мы с вами возьмем такой вот охристый цвет. Снова белая краска. Слой за слоем. Видите, я покрываю в одну точку, заливаю. Бирюза. Можно уже побольше. Также можно применить белый цвет в небольшом количестве. Это у нас такие будут волны. Теперь средний тон. Тоже побольше заливаю. И отделяю их белым цветом. Снова светло-бирюзовый цвет побольше. И темно-бирюзовый цвет. Готово. Первый стакан у нас готов. Берем второй стакан. Он у нас уже будет с вами немножечко потемнее. Опять же начинаем заливать с белого цвета. То есть мы с вами создаем градиент от светлого к темному. Белый. Бирюзовый цвет. Темно-бирюзовый. И открываем самый темный цвет, но наливаем его не сильно много. Достаточно. Отделяем все это дело белым цветом. Про белый цвет мы не забываем. Обязательно его всегда используем. И теперь я наливаю темную бирюзу полностью. У меня баночка ушла. Прекрасно. И также выливаю темный цвет побольше. Можно капнуть небольшое количество светлой бирюзы. Готово. У нас с вами готовы два стакана. Темный и светлый. Но каждый стакан у нас имеет градиент от светлого к темному. Это мы должны учитывать. Нам пригодится в будущем. Теперь мы откладываем стаканчики в сторонку. Берем вот такой вот охристый оттенок. И начинаем заливку. Подготавливаем наш борт. Посмотрите, я заливаю на борт небольшое количество этого цвета. Пока ничего не трогаем. И беру белый цвет. И тоже его выливаю в качестве основы на нашу будущую картину. Готово. Теперь я рукой аккуратно распределяю всю краску по поверхности. Нам это даст такое, знаете, что наша краска, которую мы с вами будем выливать, будет с легкостью течь и сливаться через края. Что нам, в принципе, и нужно для того, чтобы получилась красивая картинка. Аккуратно распределяю эту краску тоже по поверхности. Не забывая про бортики. Да? Их тоже мы прокрашиваем. Прекрасно. Теперь я беру стаканчики. Посмотрите. Давайте начнем, наверное, с темной краски. Обратите внимание, у нас это песок будущий. Да? И мы начнем с вами заливать сейчас с самой темной краски. Самая темная часть у нас находится вот здесь. Вот мы немножечко так вот соединим. То есть темная, средняя, светлая. И начинаем. Заливаем темную часть. Залили. Вернулись сюда. Вылили. Видите, у нас появляются такие вот разводы. Отлично. И средний тон. Прекрасно. У меня осталась краска. Я ее не выливаю полностью, а хочу воспользоваться средним тоном. Поэтому, видите, сплошной тон я немножечко убираю и дохожу до цветного. Да? Вот. И начинаю заливочку. Вот. Видите, пошла у нас красивая такая заливочка. Да? Волнами. Выливаю тоже лишнюю краску до светлой части. И заливаем вот сюда. Прекрасно. Даже можно сюда вернуться еще. Вот. Что и требовалось нам с вами сделать. Остатки белого, если у вас остались, вы можете использовать в качестве волн. На переднюю часть, на среднюю и в промежутке между красками. Прекрасно. Залили. Ой, нет, немножечко. Убираем лишнюю краску. Если она у вас испачкала холст, ничего страшного. Нажатием убираем. Теперь мы берем с вами арт-борд и наклонами обязательно выливаем лишнюю краску в разные стороны. Вы можете вернуть, видите, и оставить тот рисунок, который вам нравится. Можно побольше моря, можно поменьше моря. Да? Вот. Прекрасно. Мне кажется, отличный вариант получился у меня сейчас. Я его оставляю таковым. Конечно же, у меня слилось большее количество темной краски. Но если вам очень хочется, можно взять и немножечко дополнить. Но делать это нужно очень аккуратно и в умеренных количествах. Лучше в процессе ничего потом больше не трогать, потому что картина уже прекрасна. Далее вы можете снять перчатки и поработать немножечко над декорацией. А именно, я беру вот такие вот камушки золотые в небольших количествах. И давайте дополним сверху вот такие вот красивые камушки. Обозначим, что это у нас такой песчаный берег. Да? Чуть-чуть. Видите? То есть не везде я распространяю, а такими небольшими отрезочками, кусочками. Все. У меня здесь улетел камушек. Я его немножечко аккуратненько убираю. Все. Наша картина с вами готова. Техника раздувка. Для этого нам понадобятся краски разных цветов. Обязательно перед применением мы их взбалтываем. Далее нам понадобится фен. Обычный, домашний, на сильном режиме, на холодном. Обязательно не на горячем. А также у нас есть блесточки, которые мы тоже можем применить в процессе. Поехали. Берем белый цвет. Для начала мы этот белый цвет выливаем полностью на наш артборд. Вот в таком большом количестве. Но оставляем обязательно небольшое количество в баночке. Распределяем равномерно. Сильно не нажимайте, когда вы будете распределять краску. То есть не соскабливайте ее, а просто ровненько на поверхности. Да, вот таким вот образом. Так, края тоже промажьте, чтобы они у вас были влажные. Если не хватает, то дополняйте, конечно же, еще. Чтобы у вас полностью была белая краска на поверхности. Так, покрыли толстым-толстым слоем. Прекрасно. Теперь, что мы делаем? Мы берем каждый цвет, например, желтенький. И создаем такие вот узоры. Ну, например, давайте я сделаю вот какой-то такой узорчик. То есть я полосочками буду покрывать на картину разные цвета. А потом мы их просто раздуем. Не толстые, хорошо? Давайте вот такие вот. Да, раз, цвет. Зелененький можно. То есть все цвета вы выбираете на свой вкус. Вы можете какой-то не применить. Да? Какой-то побольше, какого-то поменьше. Я сделаю все абсолютно, чтобы вам было наглядно видно. Оранжевый. Очень красивые, яркие цвета. Розовый. И самое последнее, это будет темно-синий. Но, пожалуйста, его применяем в самых небольших количествах, чтобы у нас картина не была сильно темной. Хорошо? Тоненько-тоненько заливаем. То есть начинаем с краю. Не бойтесь вылить на стол. И вот таким вот образом выливаем. Уже красиво, правда? А теперь мы с вами откладываем в стороночку баночки, чтобы нам ничего не мешало. Берем белый цвет, остаточки, которые у нас были в банке. И выливаем вот таким толстым слоем вокруг нашего узора. Вот. Да? Покрыли. Белого у нас больше не осталось. Теперь мы берем фен на сильном режиме. И начинаем работать. А именно раздувать. Посмотрите, сначала я немножечко комкую цвета друг на дружку. То есть как будто перекрываю, да, вот белый цвет на узорчике. А теперь резкими движениями я буду выдувать узоры. Получилось вот такой вот узор. Вы можете дополнить еще различными цветами. Например, здесь, здесь. Это уже на ваш вкус. Но можно попробовать и сейчас. Раз цвет. Два. И вот в этот раз давайте я положу побольше темного. Почему бы и нет. А также возьмем зелененький чуть-чуть. Белого, к сожалению, у нас уже не осталось. Да, не осталось. Берем фен и снова раздуваем. В наборе у нас еще имеются вот такие цвета. вот блески вы можете их тоже применить они до придадут дополнительный блеск берем небольшое количество но пожалуйста не переборщите и кладите например голубенькие на голубенькие до цвета просто сверху посыпаете локально в небольших количествах можете блески вообще в принципе не применять это уже на ваш вкус ну что наши картины готова и мы переходим к следующей заливке техника средств камня нам понадобится два стаканчика артборд под которой мы ставим подставочку сверху артборд и краски которые у нас находятся уже в артбоксе обязательно смешиваем краски взбалтываем их перед открытием открываем белый цвет ну я думаю наверное лучше сразу открыть все краски чтобы нам удобно было заливать правильно открываем взбалтываем если у нас в красках они такие немножечко густые то можно добавить небольшое количество воды прям буквально 5-6 капель взбалтываем краски открываем заливку мы с вами будем делать в два стакана первый стакан у нас будет потемнее второй будет посветлее начинаем берем белый цвет наливаем небольшое количество белого цвета посмотрите небольшое количество белого цвета буквально 5 миллиметров в первый стакан и буквально пять миллиметров во второй стаканчик прекрасно и теперь мы создаем с вами светлый стакан наливаем серый цвет разбавляем его белым цветом далее заливаем бежевый цвет разбавляем его тоже белым цветом да мы их таким образом разъединяем и давайте чуть-чуть сюда добавим такой синий серый цвет и капельку прям небольшую капельку темного много не нужно снова можно серый и чуть бежевого так и думаю достаточно оставляем в сторонку теперь мы заливаем с вами темный цвет у нас уже с вами есть белая краска начнем пожалуй с бежевого тот мы начинали серого теперь это будет с бежевого на самом деле заливать вы можете абсолютно как вам нравится то есть вот сейчас я залила потемнее да краску далее серый цвет но не забываем про белый белый обязательно небольших количествах нужен но сразу после белого не заливайте темный залейте например серый от светлого к темному темный такой до средний тон и чуть-чуть самой темной краски помним что она очень насыщенная и применяем ее в небольших количествах далее можно опять такой потемнее цвет и чуть снова такой темную краску все завершили у нас с вами потемнее краска и посветлее далее мы берем с вами белый цвет выливаем его полностью на артборд все остатки выливаем и распределяем рукой вот таким вот образом до конца равномерно видите я заливаю белый цвет желательно оставить побольше белой краски чтобы у нас не было таких вот просветов да но ничего мы с любом случае зальем с вами другими красками нам это нужно чтобы наша краска которую мы с вами будем выливать из стаканчиков стекала и разливалась хорошо прекрасно можно вытереть об салфеточку руки наши да и теперь заливаем посмотрите у нас стакан от светлого к темного помним это стакан и этот этот потемнее этот посветлее выливаем новые выливать им можно по-разному давайте начнем с темной краски вот потемнее да и траектория заливки тоже разная я выберу один из начинаем вот такую заливку видите какая темная да получилось в эту темную если она вам слишком кажется такой мрачный можно сверху залить дополнительную цвета обратите внимание какие красивые получились да даже вот сюда можно сразу опять же видите по рисунку видите по рисунку я веду краску и на эту краску я не наливаю ничего больше сверху у нас с камня напоминаю теперь обратите внимание ведь у нас темная краска да я ее немножечко сливаю вот сюда потому что наш темного цвета уже в принципе достаточно да выливаю посветлее сюда и отсоединяю вот сюда да можно вот сюда вот видите какие красивые у нас получаются цвета отлично можно вылить все но особо не рекомендую можно вот видите по краям залить еще такие вот светлые оттенки все прекрасно теперь мы берем с вами картину и начинаем двигать выливать лишнюю краску это нужно сделать обязательно чтобы у нас лишние цвета ушли вот посмотрите и мы выбираем тот цвет который нам больше нравится то есть тот рисунок который нам больше нравится на картинке да вот ведь я убираю вот пожалуй для меня это отличный вариант тут есть все и темная часть и средняя и светлая отлично как вариант можно еще дополнить небольшие струечки например в моем случае вот сюда все наша картина готова приступаем к следующей заливке смешанная заливка два стаканчика артборд и краски а также у нас в этом наборе я думаю подходит именно для девочек находятся вот такие красивые блестки которые тоже с вами применим в конце итак смешанная техника опять же мы с вами берем два стаканчика и заливаем начинаем с белого цвета смешиваем перемешиваем краски заливаем беленький буквально чуть-чуть небольшое количество примерно 0 5 сантиметров первый стакан и второй стакан прекрасно далее берем бирюзовый цвет и давайте сделаем разные стаканы например в этом у нас будет бело-бирюзово-розовый оттенки такие да то есть вот а второй стакан коралловый фиолетовый и розовый и посмотрим что у нас получится берем бирюзовый перемешиваем и наливаем небольшое количество отлично также белый перемешиваем розовый открываем и выливаем в стакан разбавляем и это все белым цветом не забываем про него так ну если честно можно конечно добавить в этот стакан немножечко темного оттенка это может быть либо коралловый либо фиолетовый давайте чуть-чуть добавим фиолетового буквально небольшое количество для контраста отлично и разбавить все можно розовым первый стакан готов откладываем в сторонку готовим второй стакан у нас уже есть белый цвет туда мы добавляем розовый давайте снова добавим белый не забываем что белый нам еще понадобится для покрытия артборда сверху коралловый после кораллового я хочу положить сразу фиолетовый но не в большие количество чтобы у нас не было слишком темная картина после фиолетового розовый также можно беленький можно положить бирюзовый можно не класть давайте чуть положим и я думаю на этом достаточно откладываем сторонку наши два стаканчика я напоминаю смешанная техника и вот в чем он заключается мы с вами покрываем остатки белой краски на артборд для того чтобы краска которую мы с вами будем выливать сейчас легко выливалась и не застревала на поверхности да вот мы с вами покрыли равномерно аккуратно распределяем краску потеряем руки об салфетку и один стакан мы с вами зальем ну давайте то наверное будет вот этот да где там больше фиолетового и кораллового вот таким образом мы ставим и резко переворачиваем стаканчик можно посередине можно где-то в сторонке это уже на ваш выбор далее другой стаканчик мы заливаем и выливаем ведь много получилось фиолетового но мы его сольем в любом случае да если у нас много фиолетового мы просто его немножечко убираем и заливаем вот такие вот узорчики вокруг нашего будущего стаканчика доктора мы тоже сейчас откроем и теперь аккуратно мы открываем стакан смешана техника то есть мы с вами переворачиваем грязный стакан и выливаем по окружности и теперь мы ищем с вами красивый рисунок выливаем лишнюю краску по окружности так у нас с вами получилось очень много фиолетового и мало розового да обратите внимание очень мало розового поэтому если нам рисунок не нравится мы дополняем еще цвета вот у нас есть бирюзовый фиолетовый давайте добавим еще что розовый и конечно белый небольших количествах да вот прекрасно и можем вылить так розовый бирюзовый да отлично дополнили еще один стакан и можно вылить в те места которые бы мы хотели своими немножечко дополнить и перекрыть так далее можно создать дополнительный стаканчик фиолетовый розовый а также давайте бирюзовый брать не будем коралловый и дополняем беленьким прекрасно выливаем и снова двигаем нашу картину и ищем тот цвет который нам нравится тот рисунок который нас устраивает и теперь возвращаем рисунок на свое место прекрасно все отлично можно оставить в таком виде дополнить небольшое количество белого цвета по краям чтобы у нас фон был чистый беленьким теперь снимаем перчатки и давайте дополним блестки которые у нас уже есть вот они у нас розовенькие с разным отливом берем небольшое количество и кладем все места где вам больше нравится например я тоже вот видите иду по рисунку да вот поэтому рисунку который я уже определила на своей картине пусть будут у меня здесь вот такие вот красивые яркие блестки да отлично они смотрятся и дополняют рисуночек вот в этих местах добавляем побольше и можем например это еще добавить вот в этих например местах все на ваш вкус ну что наша картина с вами завершена это была техника смешанная и мы приступаем к следующей техника грязный стакан одна из самых простых техник которые выполняются просто но в то же время получается очень красиво нам понадобится один стаканчик различные цвета открываем все цвета перемешиваем и заливаем в хаотичном порядке в наш один стакан давайте откроем беленький бежевый розовый серо-синий коричневый принцип заливки в том что вы заливаете светлую темную краску светлую темную краску вы создаете контраст например белый цвет на после него можно использовать конечно и посветлее краску и дополнить потемнее да вот у нас создался контраст далее вы также можете залить белый цвет по белой вы не забывайте обязательно покрывайте его добавляете стаканчик далее давайте зальем розовые побольше и чтобы у нас был контраст в розовом и добавляем чуть чуть коричневого небольшом количестве далее бежевая краска она светлая добавляем стакан после бежевого можно налить чуть серого до белый после белого сразу темного не берем а берем например опять же розовый ведь слоями просто слоями и также сверху потемнее прекрасно наш стакан готов теперь мы его берем и берем наш артборд ставим на стаканчик и резкими движениями переворачиваем так аккуратно берем белую краску и вокруг нашего стаканчика мы заливаем белым цветом чтобы наш так наша краска которая в стаканчике выливалась легко и красиво распределялась по нашему холсту соприкасаемся с стаканчиком так равномерно и теперь посмотрите можно открыть просто сверху до стакан а можно аккуратно потихонечку видите чуть приподнимая я веду и открываю стакан до движения так теперь всю краску которая у нас на артборде я распределяю видите можно вот и вы выбираете любую рисунок который вам больше нравится мне нравится такой вот рисунок вот давайте вот так вот оставим вот отлично чем он хорош посмотрите потому что в этом рисунке есть и белый цвет то есть воздух до контраст видео темной краски а также есть светлые оттенки розовый серый прекрасно отличным получилась картина вы можете оставить ее в таком виде либо же сделать смешанную технику и добавить различные заливочки сверху но будьте аккуратны не переборщите с цветами иначе у вас может получиться просто излишнее количество красок на холсте все приступаем к следующей к следующей заливочке техника глянцевое золото если вы приобретаете артбокс побольше то вашем ваши коробочки будет вот такой вот акриловый спрей который позволит вам исполнить глянцевое золото и давайте я вам покажу каким образом им работать для этого нам понадобится два стаканчика артборд побольше побольше белого цвета и различные цвета начинаем давайте первый стаканчик мы сделаем посветлее а второй мы сделаем потемнее для этого давайте откроем сразу же все наши цвета перемешаем их обязательно если они у вас немножечко такие вот плотные до густые то добавьте немножечко воды 5-6 капель открываем все цвета и будем сейчас с вами заливать и миксовать это у нас такая расцветка знаете изумрудная то есть картина такая зелененькая будет очень интересная и красиво будет смотреться то есть золото в сочетании зеленого будет смотреться отлично итак первый стакан будет посветлее второй потемнее берем белый цвет наливаем небольшое количество белого на дно каждого стаканчика да теперь берем такой серо зеленый оттенок наливаем в белый цвет сейчас мы с вами создаем светлые оттенки до белый серый снова белый небольшое количество изумрудного яркого снова белый в большом количестве белый цвет да давайте снова серый и после серого добавим чуть-чуть совсем немножечко среднего изумруда средний не самый темный добавили ставим в стороночку берем второй стакан это у нас будет потемнее уже краска опять же серый после него я белый уже не добавляю сразу беру изумрудный светлый средний зеленый давайте разбавим все цвета светлым изумрудом и добавим самую темную краску чуть-чуть то есть немножко до добавляем белый белый нужен всегда и везде далее сразу после белого добавляем светлый изумруд потом средний в большом количестве и темный пожалуй пока все ставим в стороночку наш стаканчик теперь мы берем белую краску и разливаем эту белую краску по всей поверхности равномерно не жалея полностью выливаем да вылили рукой распределяем аккуратно по всей поверхности вот таким образом не соскабливая до рукой краску а именно чуть соприкасаетесь краской и вот так вот аккуратно чтобы не было никаких просветов да вот таким вот образом прекрасно распределили предлагаю вытереть об салфеточку нашу руку но не снимайте перчатки она нам еще пригодится теперь у нас это светлый стаканчик это темный стаканчик вот когда у нас собирается такая вот плотный такой такой зеленый цвета мы его можем немножечко слить давайте возьмем стакан до который нам не нужно ведь я сливаю излишнюю темную краску да вот цвет пошел и давайте создадим такой вот узор да вот такое вот направление динамику от такого толстого к тонкому да вот примерно хотелось бы так то есть я наливаю побольше и вот уже веду вверх и заканчиваю тоненько да прекрасно остаточки краски я выливаю рядышком по тому же узору отлично убираем стаканчик посмотрите другой стакан светлый у нас тоже сверху собралась темная масса мы помним что на стаканчик получается от темного к светлому переход это мы фиксируем сами в голове и поэтому мы заливаем например уголок от темного к светлому да можно продолжить здесь можно еще вот в этом месте да у нас пошла такая уже серая краска что-то мне не очень нравится давайте мы сольем ее слишком много вот видите пошла пошел другой уже рисуночек можно перекрыть сверху серого если у вас вы слишком много и в этом количестве покрыть уголок вот здесь вот да знаете ли мне хочется немножечко усилить центр и добавить темной краски до которой я немножечко слила сверху поэтому в стаканчик давайте замешаем еще средний то далее давайте это будет такой вот изумрудно светлый побольше темной краски и чуть-чуть белой краски которая осталась краски на дне до перемешиваем и заливаем заливаем по рисунку да видите я создаю такие вот узорчики видите пошел контраст классно мне очень нравится контраст в картине должен быть ведь я снова сливаем и заливаю снова рядышком такие вот контрастные полосочки эти полоски можно также сразу же да пока мы с вами не трогаем картину не сливаем лишние узоры сюда сюда что мы с вами делаем теперь берем золото сбалкиваем его и аккуратно пшикаем если вы пока не уверены и не знаете как работает это золото вы можете попшекать в другом месте то есть как бы прочувствовать да вот сам этот колпачок потому что если вы его будете далеко пшикать он будет распределяться по всей картине нужно и недалеко не сильно близко вот примерно на таком расстоянии и давайте его нанесем по рисунку внимательно не просто линия полоска до прямая а по рисунку вот таким вот образом и ушли легко да опять же я постаралась от толстого но максимально к тонкому это тонкое мы можем вот так вот немножко сгладить к узору можно пока ничего не трогать теперь золото я хочу применить вот в этом месте пожалуй и наверное это место трогать не буду а хотя знаете может быть и да чуть-чуть сверху так вот припорошить просто сверху небольшое количество я беру картину и начинаю двигать двигать и выливать лишнюю краску по сторонам обязательно это делаем иначе наша краска может потом потрескаться если будет там большое количество краски да вот видите я сливаю но слежу одновременно за золотом да видите она у нас уже получать таким ажурным красивым вот этот угол я хочу тоже слить и возвращаю наш рисунок вот на свое исходное практически место прекрасно ставлю сюда и смотрю что у нас получилось анализируем да золото у нас потрескалось стал таким ажурным и легким если она вам не нравится через какое-то время она у нас быстро схватится и вы можете взять его и пленочку убрать останется такое такие легкие вот края тоже очень красиво есть например у вас слишком большое количество золота она не очень вписывается опять же повторяюсь попозже она схватится и вы его пленочку убираете пока картина у вас не высохла да далее смотрите по рисунку мне кажется здесь есть все есть и темная часть да и светлый воздух золото легкое золото плотная по моему получилось прекрасно опять же если желаете может добавить темного но я вот сейчас в данной картине своей не хочу ничего исправлять поэтому оставляем так и ждем полного высыхания картина в технике флюет арт примерно будет сохнуть 23 дня краски которые мы с вами применили сейчас абсолютно безвредны поэтому они подходят и взрослым и детям может творить абсолютно спокойной всей вашей семьей после того как ваша картина высохнет вы можете покрыть ее акриловым лаком фирмы бывают разные рекомендую вам лак глянцевый он будет смотреться ярче насыщеннее и ваши краски и цвета будут глубже и ярче в цветах но вот какой момент если вы применили картину с глянцевым золотом то не покрывайте лак ваше золото если вы покроете лаком ваше золото то она потускнеет и станет таким тусклым если вы очень хотите покрыть картину лаком то просто обходите золото стороной ну а вообще в принципе эти картины прекрасно смотрятся без покрытия лака все благодарю вас за ваше внимание и прекрасного вам творчества и и и Продолжение следует...